Шекспир был человек театра, а в театре все едино, там трудно отделить музыку от сценографии, от слова, от жеста, от движения, поэтому, конечно же, тут у нас, вот что очень радует, представители разных ветвей искусствоведей. Хотелось бы особо сказать о значении Шекспира, ну, не только для мировой культуры, оно понятно, оно известно, и особенно в 19-20 веках началась такая очень интенсивная рефлексия шекспировского наследия, тут и Гёте сыграл большую роль, и романтики, конечно же. Шекспир и в России тоже стал символом театра, символом искусства слова, символом высокой мысли, ну, достаточно привести примеры, что вот многие такие, да, во-первых, пьесы Шекспира шли во всех провинциальных театрах, вот в самых, так же, как и период Раффенбаха на другом поясе, да, вот настолько это было популярное, необходимое искусство. И вот герои пьес Островского, провинциальные актеры, их лексикон просто пестрел Фрейд, цитатами из Шекспира, это было на слуху, это было в ходу. Он ведь современник рождения оперы, наверное, это не случайно, потому что вот те импульсы к соединению музыки и слова, которые породили оперу, они, конечно же, они, конечно же, воздействовали и на шекспировский театр. Другое дело, что Шекспир не создал оперы, он не был композитором, но все его пьесы переполнены музыкой, и они очень музыкальны по своему языку. Наше сотрудничество с Королевским колледжем музыки в Лондоне продолжается уже более 15 лет, большую часть из которых, оно проходит на фоне исполнительско-преподавательских отношений, то есть имеется в виду продолжение учебы наших студентов впоследствии в Лондоне, и также визит наших педагогов в Лондон для мастер-классов, и ответные визиты колледжа к нам в консерваторию. То есть учебно-методическая деятельность была уже настроена довольно долго и существовала успешно, и естественным образом вылилось и в научное сотрудничество, которое мы стараемся изо всех сил поддерживать. Этому есть тоже свои предпосылки, поскольку сотрудничество русских и английских музыкантов уже продолжается более 100 лет, и началось еще с Петра Ильича Чайковского, его почетного звания профессора в Кембридже и многих других наших известных композиторов. И, собственно, свидетельства этого сотрудничества между музыкантами сохранились в колледже в виде рукописи и автографов в книге Чайза Лульерса Стэнфорда, которую можно лично приехать и посмотреть каждому, кто интересуется при оказии. И часть этих автографов колледж любезно разрешил отсканировать и поместить в этом сборнике. Собственно, здесь есть достаточно уникальный материал, который еще не был продемонстрирован ранее российскому читателю, и это тоже можно посмотреть. Я даже сам не ожидал, как много чего-то, каких-то пластов открылось для меня в процессе изучения творчества Бриттона, его раннего творчества, его разных стилистических произведений, в том числе и в музыке для театра, музыки, камерной музыки. И я, в общем, много интересного нашел для себя в том числе. Музыка Великобритании как-то еще не получила такого широкого распространения. И мы хорошо помним, в 21 веке было несколько фестивалей Рождественского, в которых вы знакомы у нас с Хубертом Берри. Некоторые имена просто люди не знают. И перед этой конференцией вы исполнили целый ряд произведений. Конференция, конечно, прошла замечательно, потому что она осветила разные сферы британской культуры. Я надеюсь, что будет продолжено изучение британской музыки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова